Подрое утро на Радиомир Армения. Алгоритм партнерства. Разбираемся в актуальных вопросах сотрудничества. В Армении находится российская делегация из Башкортостана. Это участники Межрегиональной общественной организации «Женщины нашего города», члены Союза женщин Республики Башкортостан. Я с удовольствием представляю нашу гостью руководителя делегаций, члена Союза журналистов России и Международной Федерации журналистов, а также Русского географического общества «Москалец» Анну Викторовну. Анна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, Леана. Итак, это первый визит вашей делегации в Армению. Кто является принимающей стороной и основная цель приезда в нашу страну? Принимающей стороной в Армении у нас является фонд содействия деловым женщинам Армении. И нас встречает Лилия Сергеевна Геворгян и его президент этого фонда. Мы очень рады, что мы приехали на эту землю. Цель нашего визита была в первую очередь познакомиться с родиной людей, которые живут в нашем городе тоже, поскольку у нас город и республика многонациональная. У вас есть община армянская? У нас есть региональная общественная организация по сохранению и развитию армянской культуры Аргешти. Очень интересно. Именно поэтому нам хотелось посмотреть, потому что на самом деле наш город, который в этом году отмечает свое 75-летие, своим рождением обязан открытию нефти, Туймазинской нефти. Эта нефть положила начало вообще нефтяному делу у нас в Советском Союзе, и в ее открытии участвовали армяне. И вообще армянская культура, армяне в истории и культуре нашего города играют большую роль. Вот просто для примера могу вам сказать, что на центральной площади города стоит памятник Ленину работы Николая Багратовича Никагасяна. Очень интересный факт. Да, у нас в музее хранятся работы художников армянских и так далее. То есть это действительно армяне внесли большой вклад в развитие нашего города, в становление, в культуру его. Даже был армянский поселок у нас так назывался в городе. А сейчас диаспора большая в Армянске? Ну, она не очень большая, но порядка 2,5-3 тысяч человек в городе. Но в городе население, которое всего 114 тысяч, вы же понимаете, что это в общем-то. Это достаточно. Это достаточно. Это, кстати, очень яркий представитель на самом деле. И председатель нашей общины, нашей региональной общественной организации, он приезжал вместе с нами. У него было намечено открытие в День Республики. У нас 11 октября в понедельник будет День Республики Башкортостан. На этот день у него было намечено открытие большого объекта, торгового комплекса. Но он сказал, когда узнал, что мы летим, он говорит, нет, ну придется отложить. И он полетел вместе с нами, чтобы здесь нас красиво встретить. Нас встречали цветами, богатым ужином в ресторане. Я видела фотографии. Вы знаете, мы поражены армянским гостеприимством. Нам, кто уже бывал в Армении, нас предупреждали, что это будет что-то роскошное. Но мы не ожидали, что это будет настолько тепло, широко и масштабно. Вы уже провели ряд встреч в Армении. Есть ли уже реальные точки для взаимодействия, сотрудничества? И если есть, то в каких сферах? На самом деле точек для соприкосновения вообще и для развития сотрудничества, точек роста очень много. Потому что мы встречались с директорами музеев. Мы посмотрели музей современного искусства у вас, потрясающий. Познакомились с руководством. Мы посмотрели музей Сарьяна, тоже потрясающий музей и великолепный руководитель. Поскольку у нас в делегации есть директор нашего городского музея. Уже мы запланировали какие-то, ну пока только идеи, пока трудно говорить о конкретных как-то планах, как они будут реализованы. Но идеи есть, и мы их будем прорабатывать. Может быть, это будут встречные выставки, какие-то перекрестные годы, мероприятия и так далее. В нашу делегацию входит директор Центра национальных культур нашего города и Дома дружбы народов. Соответственно, где размещается как раз-таки армянская организация, вот община Аргешти. И мы уже обсуждаем, как можно было бы, допустим, какие-то армянские коллективы привозить на праздники к нам. Либо наши бы, вот те же армянские дети, которые занимаются в коллективном танцевальном коллективе и так далее. И чтобы они сюда приезжали, смотрели, выступали и так далее. Потому что культура это то, что всех нас объединяет. Это то, что помогает нам развивать какие-то отношения, сохранять мир, повышать уважение друг к другу, к культуре, к народу, к языку и так далее. Это очень важно. Затем у нас в нашей делегации присутствует почетный гражданин нашего города, заслуженный врач Российской Федерации Республики Башкортостан. И мы бы очень хотели все-таки наметить какие-то медицинские совместные проекты. Посмотрим, как это будет реализовано. И у нас была встреча деловая с деловыми женщинами Армении, где присутствовали представительницы более 20 направлений бизнеса. В том числе и туризма, и медицина, и так далее. Поэтому на самом деле очень много тех направлений, где мы могли бы сотрудничать и развивать нашу деятельность с пользой как для Армении, так и для Октябрьского. Ну и, конечно, мне как руководителю делегации очень хотелось бы, чтобы наши жители, жители Башкирии, открыли для себя Армению как вообще, как страну, как направление. Чтобы это было не просто что-то из учебников, из картинок, из каких-то сюжетов по телевидению. А именно посмотрели живую, настоящую Армению, такой, какой мы ее увидели. Красивой, теплой, солнечной, доброй. И мне бы хотелось, чтобы представители Армении побывали у нас. Может быть, это будут какие-то выставки, какие-то фестивали, может быть, кулинарные даже фестивали. Потому что ваша гастрономическая, конечно, вот эта культура, она просто фантастическая. Если бы мы смогли что-то такое сделать у себя, это было бы здорово, чтобы наши жители познакомились с настоящим. Потому что у нас, конечно, есть, допустим, в городе ресторан армянской кухни, но это все-таки немножечко не то, что мы увидели здесь. То есть, когда это аутентичное, настоящее, родное, вот приготовленное, причем из тех продуктов, которые выросли здесь, это все по-другому. Главное, что вы уже приехали, вы познакомились, вы увидели. В принципе, цель любого ознакомительного визита, она и является, чтобы просто ознакомиться и понять, по каким сферам можно сотрудничать и какие сферы можно представлять. Да, вы правы. Подрое утро. На Радио Мир Армения. Алгоритм партнерства. Разбираемся в актуальных вопросах сотрудничества. Дорогие радиослушатели, в эфире Алгоритм партнерства. И у нас в гостях руководитель делегации деловых женщин из Башкортостана, журналист, член Союза журналистов России и Международной федерации журналистов, а также Русского географического общества «Москалец» Анна Викторовна. Анна Викторовна, где вы уже успели побывать и каково впечатление? Мы побывали, посмотрели древний храм Горни, посмотрели Гегард, мы побывали в Цахкадзоре, мы посмотрели озеро Сиван, просто столько впечатлений, что я потерялась немножко. Мы посмотрели город Дилижан, мы попали под снегопад, это было такое потрясение. Лиля Сергеевна разволновалась, думала, что мы огорчимся от того, что мы так, но для нас это была такая экзотика, мы сказали, это эксклюзив специально для нас. Я вам скажу больше, это была экзотика и для нас. Ну вот видите, как мы похожи. Нам очень понравилось, даже несмотря на то, что был снегопад, вообще невероятно здорово, это просто что-то фантастическое, действительно, Армению нужно открывать и нужно смотреть. Мы насладились в полной мере, но хочу сказать, что нам всё-таки не хватило. У нас уже есть планы, куда мы должны поехать в следующий раз. В первый же день мы решили, что мы должны вернуться непременно ещё раз, хотя бы один раз, чтобы посмотреть то, чего нам не хватило, что мы ещё не успели увидеть, чтобы ещё раз увидеть и подольше изучить, познакомиться с тем, что мы всё-таки уже посмотрели. Потому что, ну, например, музеи, их нужно посещать, посещать и ознакомиться, прикасаться к этому искусству, к истории. Это нужно не одно посещение в любом случае. Вот, поэтому нужно приезжать. Мы, конечно же, посмотрели Ереван, но это сказка. Очень, знаете, очень понравились ваши люди, по крайней мере, те, с кем мы общались. Это тёплые, приветливые, очень добрые люди. Если как только они узнавали, что мы из России, это всегда добрый разговор, какое-то вот такое доброе отношение к нам. Даже вот когда у нас был ужин в одном из ресторанов, это было в день учителя, оказалось у нас за соседним столом, оказались учителя. Мы просто стали танцевать танцы армянские, и они подошли к нам, чтобы поблагодарить, знали, что мы не армяне, это видно по нам, и сказали, что мы благодарим вас за то, что вы танцуете с нами наши армянские танцы. Оказалось, что это делегация учителей из города Актембирян, бывший теперь Армавир. И, знаете, это вот просто было для нас чудом, потому что мы ехали в Армению в надежде в этот город попасть или хотя бы как-то встретиться с людьми из этого города. Почему? Потому что в советское время было несколько городов, названных в честь Октября. И к 50-летию советской власти эти города обменивались фотоальбомами, в которых размещали фотографии, вот как город выглядит у них сейчас, кто там учится, кто живет, как работает, какие заводы, как выглядят улицы. И вот альбом города Актембиряна попал к нам в город Октябрьский, и он хранился у нас в музее. И мы изготовили копии этого альбома и привезли в надежде, что мы попадем. Хотя в программу он не входил, но мы думали, вдруг мы выиграем время. И вот эта чудесная встреча с учителями пятой школы, которые были вместе с директором, мы вручили им копию альбома и даже две копии. Они одну решили оставить в музее своей школы, вторую пообещали передать в музей городской. Случайностей не бывает. Случайностей не бывает. Они сами с удивлением смотрели, директор школы говорит, «Ой, это же завод, которым руководил мой дедушка как раз в те годы, которые изображены на фотографии». Ну, это было невероятно приятно. Мы расставались с добрыми друзьями, обнимались. Уже сказали, что будем проводить какие-то пока онлайн-мероприятия. Бог даст, пандемия скоро закончится. Сможем и уже очно в режиме реального времени, что называется. Анна Викторовна, а на Ваш взгляд, насколько значимы подобные визиты? Почему они нужны? Ну, вы знаете, народная дипломатия – это всегда важнее, чем, наверное, дипломатия реальная, политика. Потому что какие бы решения ни принимали политики, но мы остаёмся людьми. Человек не выбирает время, в которое ему родиться, он не выбирает страну, в которой ему родиться, и он не выбирает народ, в котором ему родиться, но он выбирает сам, кем ему быть. И вот эти личные отношения, культурные отношения, просто человеческие отношения, они всегда помогают сохранять мир на нашей земле. Это очень важно, и мне хотелось бы всё-таки, чтобы в Армении царил мир. Пускай он установится. Эта земля заслужила и мир, и процветание. Большое спасибо за интересную беседу. Напомню, у нас в гостях была руководитель делегации деловых женщин из Башкортостана, журналист, член Союза журналистов России и Международной Федерации журналистов, а также Русского географического общества «Москалец» Анна Викторовна. Ещё раз спасибо вам. Удачи. Спасибо большое, Лена. Всем хорошего дня. С вами была Лена Азуян. «Подрое утро» на Радиомир Армения. Алгоритм партнёрства. Разбираемся в актуальных вопросах сотрудничества. Редактор субтитров А.Семкин